Сегодня в полдень многих горожан взволновал звук пожарной сирены. Верениться из спецмашин в сопровождении звуковых сигналов быстро двигалась по центру города. Куда торопились сотрудники МЧС, узнала Ирина Кривобокова и Сергей Завалишин. С начала учебного года во многих школах области уже прошли пожарные учения. Сегодня же проверяли учеников и сотрудников первой гимназии города. По сценарию возгорание произошло в подвале здания. Это один из самых сложных вариантов развития событий. Ведь дым быстро поднимается и охватывает все этажи. Школьники и учителя всего 820 человек покинули школу еще до приезда сотрудников МЧС. На пожарную сигнализацию все реагировали по-разному. Немножко было страшно, но потом я поняла, что это учебное и успокаивалась. Оказалось, что реально пахнет дымом. Ну, наверное, это просто. Мы раньше тоже тренировались и никакой паники не было. Мы все дружно встали и вышли. Ну, страшно было? Ну, мне лично нет. 9 боевых расчетов и больше 50 человек личного состава тушили воображаемое пламя. Кроме того, по легенде, 4 человека не успели выйти из школы самостоятельно. Их выводили уже пожарные. Одного человека пришлось даже эвакуировать с верхнего этажа. Призадачи справились и служба объекта, на достаточно высоком уровне было все это прошло, и подразделения пожарной охраны в том числе. Дети – это наше будущее, да, значит, соответственно, их спасти – это, прежде всего, основная задача и наших подразделений, и вообще целом системы МЧС. Полностью псевдопламя потушили за полчаса, после чего гимназисты вернулись в классы. Они тоже остались довольны учениями. Все любят то, что прогуливают уроки, и мне тоже приятно, что часть урока мы все-таки не пропустили.